МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня международный день бородьбы с наркоманией и наркобизнесом. Вядомый музыкант, переможца конкурса «Еуробачение-2009» Александр Рыбак провел майстер-класс для юных гомельских скрипачов. И больше подробно об этом не только. Сегодня по всей краине прошли бесплатные консультации адвокатов на тему реализации декрета номер 3. Громадяне могли задать специалистам, хвалюючи их пытанье. Наши корреспонденты наведали некольки юридичных контор. Юридичная контора советского района Гомеля свои дверы отчинила в 8 годин ранецы. А я шеп раз 15 хвилин, сюда пришел первый наведывальник. В 2015-м женщина не отпрацовала, предуглеженные декретом, обовязковые 183 дни. Алина ТОЯ были важкие причины. Адвокат не просто провел консультацию, а лейда помог скласти заяву, устворенную при выконавчем комитете рабочую группу. Писали в Гомельский райисполком в связи с тем, что трудное было положение у ней, так как с мая по сентябрь она не работала, имелся земельный участок. И где-то с конца сентября по ноябрь работала в колхозе под уговором, но потом была уволена в связи опять с сокращением. Поэтому и обращается, так как не уклонялась, работала. У юридичных конторах отзначают, вельми значной колькости наведывальников, яким необходна консультация по оплате сбору на финансование державных расходов, не было. Неуапошнюю шаргу, это следство работы, проводимое податковыми органами и выконавчими комитетами. Сгодно запошними дадинами, у нашем регионе яны вызволили от уплату сбору больше 21 600 человек. Бадай наибольшь проблемная группа – рамадяне, які протяглый час знаходзелися за межами Беларуси. У принципе яны могут представить любый документ, який свечить об их проживании типа расуладкования. Инша из права, что не усе беларусы заключали прационные договоры. В любом случае, даже если они работают неофициально, так или иначе, их наниматель делает какие-то регистрации их невременные. Можно просить эти временные регистрации, можно просить договора подряда от нанимателя российского. Ну и представлять, соответственно, какие-то документы. К сожалению, если документов соответствующих представлено не было, то такому гражданину могут отказать в аннулировании извещения об уплате этого взноса. Акция преследует целью не только проведения ее как таковой, но и работу с гражданами в этом направлении, то есть выяснить те вопросы, которые являются наиболее востребованными, подготовить с нашей стороны адвокатов, которые глобально изучат вопрос и окажут юридическую помощь в строгом соответствии с законом. Будем работать с каждым гражданином индивидуально в зависимости от его состояния здоровья, материального положения, то есть все эти факты мы тоже будем принимать во внимание. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Каля 370 субсиды все лето планують выделить у Гомельской области беспрацовным на открытие бизнесу. У студии нефинансовую поддержку уже отримали 35 человек. Популярностью у потенциальных бизнесменов корыстаются такие виды деятельности, як отделочные работы, грузы и пассажиры, перевозки, ремонт бытовой техники и компьютеров. Адначим, у минулого года грошовую допомогу на открытие своей справы так само отримали 370 беспрацовных. Да и инших тем, сегодня означается Международный день братьбы с наркоманией и наркобизнесом. Гэта по ранейшему одна из серьезных проблем сучасных агроматства, якая супроводжается великой колькостью злочинствов. Основными напрямками деяности управления по наркоконтролю и супрадзеянех андлю людьми является перекрытие каналов поставки на территорию нашего региона наркотичных сродков и психотропных речевов, а так само установление и протягнение до криминальной отказности особь, які займаются предоставлением помешканню для уживания забороненных препаратов. Яшы один на керунок, спынение незаконной деяности по распаусюдживанию наркотыка у празинтернет. Правооховники ведут постоянный мониторинг глобальной сетки. По выниках минулого года, супрацовниками подразделения по наркоконтролю спыненадзеянность 15 таких интернет-крам. Удалося перекрыть три каналы поставки на территорию региона наркотичных сродков. Громадяне заденеченные в этих злочинствах притягнуты до криминальной отказности. До того же на Гомельщине проводится масштабная профилактичная работа. Около двух лет назад президентом Республики Беларусь был подписан декрет номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков среди молодежи. Согласно данного декрета, органу внутренних дел отводится координирующая роль всех субъектов профилактики. В настоящее время совместно с субъектами профилактики, согласно утвержденного областного плана, намечено ряд как профилактических мероприятий, так и мероприятий практического характера с целью стабилизации ситуации в данном направлении. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля подводили выники работы установ аддукации и вызначали задачи на ближайшую перспективу, причем только обмеркованием актуальных тем не обмежавалися. На коллегии управления аддукации гомельского облаканкама побывал Олег Синцеров. До улучшения школьников и наученцев до науково-доследжей деятельности сегодня один из приоритетных накерунков у деятельности установ системы эдукации, причем тут с оправдой есть чем похвалиться. Навод выхыванцы дошкольных установ, які проймали в делу в распобеканском конкурсе «Я-доследжек», усе без выключения вернулись с дипломами. Промоги есть и на рахунку наученцев средних специальных установ. Максим Кирьянов из Гомельского державного машинобудовничьего колледжа проставил распросовку, якая допомагая у реабилитации после инсульта. Наглядите на то, что вот только начинается, Максим поспел завоевать уже диплом первой ступени на Белорусском науково-инженерном конкурсе наученцев и отримал пропаганного в дальнейшей работе над распросовкой разом с науковцами Национальной академии наук. Врач создает на компьютере программу, занося данные каждого пациента, и перчатка автономно производит данную реабилитацию. Вибромоторы стоят для воздействия на нервные окончания, сервоприводы для гимнастики. Коллегия областного управления эдукации начинается с вручения премии Аброго Конкама студентам, які достигнули высоких покажечков у интеллектуальной и громадской деянности. Для сучасных наученцев это приклад, до якого необходно имкнуться. Катерина Фетченко трапила у перспективный резерв кадров гометского Аброго Конкама неоплошную чаргу, як активный уйденник молодежного конкурсу «100 идей для Беларуси». Прапановала новые подыходы по оказанию туристичных послуг к замежным громадянам. Каб притягнуть их у Беларуси, необходимо сварить специальный тягник и кезобереть туристов на родиме, привезти по всех славутых местах Беларуси и вернее до дому. Я ездила в Москву и у жителей, у просто горожан спрашивала, хотели бы вы поехали, то было очень много положительных отгласов о нашей стране, и люди хотят. На коллегии областного управления эдукации размывание стойки о успехах, о кольких проблемах. Калина приклад по выникам олимпиад, гимназия не может отримать ни одной из нагороды. На кольке прорисейно тут выкладаются предметы в областном управлении эдукации у вугле перекананы. Сегодня наставники, хоть и повинны працевать в рамках рекомендации Галинового министерства, але треба проявлять больше самостоянности. Практика школьных уроков по передних годам, пытание отказ, явно не отповедая потребам часу. И наученцы уже иншие, и потребования до оздоровления их ведов не тая, что были еще 10 годы тому. Сегодня новые подходы, это новая технология преподавания предметов. Это внедрение информационно-коммуникационных технологий, это более адресное использование сети интернет, это применение информации, связанной с развитием науки, развитие исследовательской деятельности учащихся. Коллегия управления эдукацией Гомельского авгалоканкама завершается ушанованием перемостов областного этапа республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости. Причем шматрики и распроцовки имеют практичную накерованность от терморегуляции жилых помешканий с допомогой солнечных батарей до полевого ветрогенератора. Кажут, что все гениальное просто. Ветрогенераторы, которые можно выкористовывать в любых полевых умовах, 16 пластовых бутылок и больше-меньш значный ветер, как для того, чтобы западить светлодиодную лампу. И еще один плюс к этой конструкции. Природа не забродживается пластиковыми отходами. Александр Ром, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Гомельский дорожно-будовничный колледж сегодня принял у дельника у первых республиканского конкурса профессийного майстерства «Волтскилз» Беларусь по геодезии. У лику конкурсантов больше как 70 человек с 15-ти навучальных установ Беларуси и России. «Волтскилз» – это найбуйнейшее в свете споборництва прав майстерства. Особливые олимпийские гульни для студентов и молодых специалистов. Веды по геодезии потребны в многих сферах – мелирации, будовнестве, дороги, домов. Накольки имя у теории и на практице володают у дельники конкурсу оценят эксперты и выкладчики Беларусского национального техничного университета. Конкурс будет продолжиться два дни. У гэты перейд за у дельниками так само будут сочыть потенциальные процедавцы и инвесторы. У нас есть и опыт, и оборудование, и хорошие наработки в этом направлении. Поэтому площадкой для проведения республиканского этапа конкурса стал выбран Гомельский дорожно-строительный колледж. К сожалению, не все родители еще осведомлены о том, что в профобразовании, в колледжах, в лицеях сегодня есть высокотехнологичное оборудование и способны ребята получить профессию, востребованную на рынке труда. Вот эти стереотипы, они снимаются через конкурсы и обеспечивают дорогу для того, чтобы они стали успешными в жизни. Ребята, конечно, имеют возможность увидеть эффективность своей будущей деятельности в сфере экономики и построения профессиональной карьеры своей. Это, безусловно, поднимает имидж профессионального образования. Миссию библиотеку в сучасном громадстве обмерковываются у Гомеля у дельники областного семинара. Он проходит у областной универсальной библиотеки имя Ленина. В среду голодных досягнутых поспехов рост колькости корыстальников и наведовольников библиотек региона. Улику проблемных пытаний у недостатковая компьютеризация. Показчик у 65,5% является довольно низким в Украине. С 22 библиотек только 14 мают уластные сайты. Працовать над выправлением ситуации библиотеки будут на протягу этого года. Так само среду голодных селетних ориентиров, повышение якости и разностальности послуг, которые пропонуются насельництвом. Для того, чтобы библиотека была востребованной, наверное, в первую очередь там должен работать человек, одухотворенный своей профессией, любящий свою библиотеку, с горящими глазами, с энтузиазмом. Обязательно профессионал своего дела, который может не только порекомендовать нужную книгу, но и обязательно объединить вокруг себя людей с какими-то интересными задумками, с какими-то интересными проектами, абсолютно разными. И обязательно маленькая библиотека должна стать центром краеведения, центром сбора материала местного. Вядомый музыкант, скрипач, переможца конкурса «Еуробачение-2009» Александр Рыбак рыхтуется до суместного концерта с Гомельским симфоничным оркестром. Сосцены областного центра культуры будут гучать как вядомые усим хиты, так и классичные творы. А сегодня знакомитый артист сустрелся с юными скрипачами и провел для их майстер-класс. На первую долю, на вторую. «Езжет он, when I was younger» Напереды дни этой встречи хвалявались все – и организаторы, и юные гомельские скрипачи. Гомельчанка Катярына Дземидова займается скрипкой пять годов, але сустрелся с зоркой такой величины для ее отбылася у першыню. «Очень ждала с нетерпением. Когда мы пришли, я уже думала, ну когда же он придет? Ждала давно, читала его биографию. Очень даже интересно, какой он талантливый человек». На этот майстер-класс пришли наученцы Амаль з усех музычных школ в возрасте от 4 до 14 годов. Александр Рыбак кожному дали укрыху своей уваги дау профессийные парады, а потом репетиция той самой композиции, якая в 2009 году принесла ему успех на юрабаченне. До речи, вслед за этим майстер-классом будет великое выступление. Другого Саковика юные музыки разом с Гомельским симфоничным оркестром и Александром Рыбаком выйдут на одну сцену. «Он сказал, что ему очень понравился оркестр. Ему очень комфортно работать с оркестром. И нам в том числе было крайне комфортно с ним работать. Человек положительный, позитивный, но в меру требовательный и знает, что такое работать. Поэтому нам было очень приятно с ним работать и с нетерпением ждем новой встречи с ним. И я думаю, что тот концерт, который получится, он будет... Это такой микс. То есть будет эстрада, будет классика. И такого Гомель еще не слышал». Это первый концертный визит Александра Рыбака у Гомель. Артист провел репетицию с оркестром и сейчас ждет всех на свой концерт. Александр Лупиненко, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». Первый день весны в регионе выдался похмурным. Синоптики прогнозуют короткочасовые опадки до выходных. В ночи на большей части территории в области в день местами пройдут дожды. Минимальная температура по ветру в ночи складе 0, плюс 5 градусов. Максимальная в день плюс 5, 10. В пятницу ждут дожды и порывистый ветер. Слубки термометров покажут до 4 тепла в ночи и до 7 в день. В выходные установится по-соправдному весновое надворье. Денная температура поднимется до плюс 11. Это, а так самое инши новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvargомель.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова